Здравствуйте, друзья! В эфире канал Юрошорт и в рубрике «Два полковника и лейтенант Пиджак» с вами капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Привет, Юр. Здравия желаю всем, реально здравия желаю всем, чтобы не кашляли. Полковник Вооруженных сил России Александр Глушенко. Привет, сын. Здравствуйте, товарищи. Вот тебе как раз пожелание Юры очень даже нужно, потому что, дорогие зрители, Саня подхватил какой-то грипп, температуры у него нет, а сопли текут неприятно. Ты сейчас понимаешь, Юр, что ты сейчас сделал? Ты взял на весь мир, на всю вселенную объявил о том, что российский полковник может когда-то заболеть. Такого же не бывает. А я тебе говорил, что эти евреи, они все время диверсии такими проводят. Да, да, да. Как будто так случайно, как будто знаешь, а забота о тебе на самом деле подорвал всю российскую теперь вот эту мощь, можно сказать. Да, всю боевую готовность, всю боевую готовность российских вооруженных сил подорвал. Он заявил о том, что российский полковник может вдруг почему-то заболеть каким-то коронавирусом. Помнишь песню, это вот такая хорошее письмо? Русского штык не берет, русского пуля боится. Так что? От ноги до британцев. Красная армия всех. Но есть еще одна очень хорошая военная песня. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. Вот. Девушка на позиции, а с позиции мать. Юра, ты понимаешь, ты использовал материал для моего ролика про моего любимого преподавателя топографии. Был такой подполковник Ефименко в военном училище. Я не знаю, почему он Ефименко. Наверное, Ефименко. Ну, суть не в этом. Так вот, когда курсант не мог знать норматив по топографии, допустим, движения по азимуту или там определения плоских прямоугольных или полногеографических координат, он ему говорил, ну ладно, сынок, ну спой мне песню про первого топографа. Вот спой песню, я тебе поставлю тройку. И вот курсант стоял перед подполковником. Конечно, это дедовщина, я так понимаю, это же заставляет исполнять не из области топографии, а из области народного творчества. Действительно, курсант пел. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону, матрос, партизан, железняк. Молодец, молодец, попробуй вот так, тебе не получится. Ну и много есть песен. Там песенка такая была, она мне очень нравилась, кто пел. И в последний бой солдаты несли командира с пробитой головой. Я думал, зачем с командира нестись с пробитой головой. Потом под танку ударила болванка, экипажа больше нет. Четыре трупа возле танка украсят утренний пизаж. И в танку уже мочи вылезать нет, и получилось пять человек в танке. Там какая-то диверсия везде была. И молодая не узнает, какой у парня был конец. А молодая была шестую. И еще папа заплакал его сами. А, да, да, понятник родным и близким. Дело в том, что вот когда в день или там в год 75-летия Победы начнется Победобесие, представляете, имея огромный опыт, огромное количество фронтовых военных песен, я подобрал на сегодняшний день, и совершенно четко могу сказать, в том числе от моих любимых композиторов, от моих любимых поэтов, которых я прекрасно понимаю, тот же Высоцкий, тот же Акуджава, они же пели про войну. По-моему, Акуджава был на войне. Акуджава, да. Акуджава, конечно, он же 25-го года рождения, а 25-й год в 42-м был весь призван. Акуджава был, да. У него даже стихи есть такие, 25-го года рождения, я помню. Моя любимая военная песня с детства, я думаю, даже я военным из-за этого стал, когда Кобзон в парике, он еще молодой, но уже в парике, с автоматом, с засученными рукавами, он со Шмайзером стоит или что-то такое похожее, и поет Куба, любовь моя, и там красивые девки такие башируют, и он тоже баширует. И, во-первых, я верил, что он кубинец настоящий, это раз. Я думал, что Кобзон – это кубинское такое имя. Когда мне сообщили, что вообще он еврей, он не кубинец, и автомат не настоящий, я был очень расстроен, я помню. Потерял в первых людей. Так, вот мы сможем, наверное, скорее всего, я подобрал 9 песен, 9 на данный момент, 9 песен, фронтовых времен, не фронтовых времен, а, да, часть из них фронтовых времен, часть из них, которые связаны с поствоенной истории, в которых факты, исторические военные факты отражаются абсолютно неправильно. Я, как военный специалист, вот, хочу сказать, что такого не было, такого быть не могло. И мы все эти 9 песен прослушаем, и потом похлопаем в ладоши тем, кто их написал. Все, мы счастливы. Слушайте, это ближе к 9 мая, послушайте. Да, мы сохраняем это до 9 мая, понятно. Да, а сейчас у нас другие новости, и как раз, дорогие друзья, вот всю эту смуту затеял старший лейтенант Текипиджак. Я хотел тебя спросить, а, по-моему, мы тебя забыли. Да, ну ничего, ничего, я себя не забыл, но тут главная-то новость. Оказывается, еще за месяц до так называемого народного волеизъявления Владимир Путин, он подписал закон о поправках Конституции, то есть... Подписал? Подписал. Тьфу, слава тебе, господи, я всю ночь не спал, переживал, думаю, подпишет, не подпишет. А я думаю, что у тебя такие мешки под глазами. Я не спал всю ночь, думал об этом, переживал, блин. Да, понятно. Друг не подпишет, друг не подпишет, что же с нами будет, давай, господи. Да елки-палки, вот теперь смотри, вот какое у России преимущество перед Соединенными Штатами. Вот Трамп, он кто? Он просто президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп. Все. Больше у него нет теплов. А наш-то теперь, Владимир Первый обнуленный. Вот у вас такое есть, у вас такого нет. А у нас есть. Я думаю, что вам еще, в России еще, россиянам, повезло с этим, потому что, я думаю, сейчас еще один праздник прибавится, допустим, там, день рождения Владимира Владимировича Путина. И все будут праздновать день рождения Владимира Опущенного. Ой. О, обнуленный. А, я что сказал? А, да-да-да, Владимир Обнуленный. Ты что-то не кто сказал. Да, я... Владимир Владимирович, я хочу сказать, что я с политическим взглядом Гиммельфарка абсолютно не согласен. Да я сам со своим взглядом не согласен. Владимир Владимирович, да вы че, вы че. Пришел Вован, постучал в команд, тенью черною прилетел. Так уж было раз, 8 лет подряд Вова Путин в Кремле посидел. Пришел Вован, свел нас всех с ума, отогнать его нету сил. На 12 лет, но пришла чума, говорят, как народ решил. Вов а пакет поста на 4. Вов а пакет Похож на обман Похож на обман Во-ва Пахан Похож на обман Говорит Вована в речах дурман Ой, как кружится голова На Руси у нас было так сто раз Все слова, одни все слова Пришел Вован, постучал в дома Уходи, Вован, уходи Все давно прошло и до всех дошло Демократия, базахи Лысый Вован, похож на обман Похож на обман, на лысый Вован Лысый Вован Вова Пахан Похож на обман Похож на обман Вова Пахан Лысый Вован Это обман Вова Пахан Вова Пахан Похож на обман Похож на обман Вова Пахан Вова Пахан Вот эти люди, которые в 37-м году писали в стукачество всякие Я вижу вас Сейчас я вас обморю и ищу Вот вы как писали Это продолжает Это много лет И до сих пор продолжается Что ты думаешь, вы перестали что-ли? А, вот так вот Раз и два Я вас обоих вижу Это, знаете, как Высоцкий пел в свое время Мои без вести павшие, твои безвинно севшие Вот, да, да, да Ну, вот, 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 вот Вы, 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 что, на меня бочку катите, что ли? На меня красоту русского Я вот не могу понять Я лучше буду севшим Это да Но Владимир Владимирович Он не дремлет Он уже четко и ясно сказал Что ему Высокие зарплаты Глав ряда госкомпаний Совершенно не нравится И сделал он это во время своей Новой Санта-Барбары Я напоминаю нашим зрителям Что сейчас идет сериал В ТАСС 20 вопросов Президенту Путину То есть, опять же Россия обошла Америку То есть, у нас есть своя Санта-Барбара Не нравится Владимиру Владимиру Что ему нравится А вот, по-моему, недавно я слышал Когда было обращение к нации Он сказал Ну, так мировая устроена Мировая Бизнес Что вот эти вот Главные корпорации Они получают большие деньги Большие, так, миллионы Говорил Говорил, говорил, говорил А теперь не нравится А теперь не нравится Когда бабки кончились Сейчас отнимать будут Эй, ребята Вы, которые возглавляетесь Все валите Пока не поздно А как валить-то Не туда валите Если аэропорта закрыты Пост Тогда давайте бабки Или нет Нет Ну, какой-нибудь Течин продаст свой Москвич, допустим Москвич ржавый Москвич продаст И На эти деньги Куда-нибудь Поедет Или полетит Билет Его зовут На сибирский манер Так Ванша А другого Фетша Там есть такое Обращение к людям И вот Ванша сидит Это вот Ну, к примеру Путин с Сеченом Например Или Путин Там С Миллером Да Или Или Сечен С Миллером Сидят Пьют чай И тот ему говорит Слышь Ванша А я вот знаю Вся деревня говорит Что ты с моей женой Спишь Нехорошо А Фетша Ему отвечает Слышь Я так Ваша семья Какая-то непонятная Ей Хорошо Тебе Нехорошо Вас хрен Поймешь Так Я таки Неплохо Не понял Я про зарплату Вот просто Про зарплату Не Я не понял А кому Нехорошо То есть Кто С кем Спит Владимир Владимирович С Главами Корпорации Или они С ним То есть Ты на что Намекаешь Владимир Владимирович Спит Со всеми Хотят они Этого Или не хотят Да Да Поясняю Ванша Спит С женой Фетш Вот так Вот давай Давай Черту подведем Я думаю Что Владимир Владимирович Спит Со всеми Включая Эту Как ее Стрелку Или белка Которую В космос Запустили Эту швию Так А еще А еще И вальшую Фетшую Ну это Да Но Но За честь Валентины Терешковой Вступился Один Гусар Вот Реальный Гусар Это Глава Федерации Бокса Умар Кремлев Вот Фамилия Такая Кремлев И вот Дорогие друзья Ты меня спрашиваешь? Я не знаю Это имя такое Умар Умар А фамилия Кремлев То есть Ты чьих будешь Понятно Кремлев Ты чьих будешь? Вы меня извините Товарищ артист Ну что такое Чьих Чьихолоп Спрашиваю Так вот Что он заявил Это очень важно Дорогие друзья Он заявил Цитата Тем Рази Которые Считают Себя Смелыми И оскорбляют Героя Нашей страны Первую Женщину Космонавта Валентину Владимиру Терешкову Поднимайте Свои Задницы И приходите К нам В Федерацию Бокса Здесь Мы готовы Поговорить С каждым Из вас По правилам Бокса Не Что он говорит Закариться Будет говорить Что ли Я не понял Причем Там Закариться Так я Другого не понял То есть он Кому обращается Если он К тем Кто смелые Это одно Но они не могут быть Мрази Если к мразям То они не могут быть Смелыми Но Вот Я лично Могу сказать Что Валентину Владимировну Я уважаю И даже Скажу так Если Собеседник Смотрит Спросит Снова Ежели Не Путин Кто тогда Строго Отвечайте Терешкова Умница Красавица Звезда Первая Из женщин На орбите Ей Еще Не так Уж много лет И За собеседником Следите Как его Меняется Еблик Но В целом Но я тебе скажу Что Смелый может быть Дурак Или дурак Может быть Смелым Вот такое бывает Например У нас есть такая поговорка На войне Самое главное Не оказаться В окопе С идиотом Который смелее тебя Да Там еще Там еще Экспомент Такой Что главное Самому себе Ты в тыл не зайти Да Сань Ну вот С другой стороны Есть Дуэльный кодекс Василия Дурасова Как положено Вызывать на дуэль Кто может вызвать на дуэль Вызванный Имеет право На выбор оружия Вот я считаю Меня Так сказать Вызвали Я критиковал Терешкову Я готов Я готов К этой дуэли И готов К вызову Господина Кремлева И готов С ним Состязаться На знании Протокола CPIP Например Или на знании Ну попроще Экселя Если он не знает Что это такое Я ему объясню А Ну это Это прекрасный Способ Вот допустим Я то Юр Я не настолько Глубоко Там прошаренный Во всех этих Современных Технологиях Я Гораздо проще Вот смотри На вскидку От бедра Не целясь На вскидку От бедра Не целясь Десяточку Я выливаю Из того самого Наградного пистолета Ну это Прикол Раз в неделю Я просто Я вам рассказывал Я вешаю Лист фанеры На дерево В лесу В котором я живу Я живу в лесу Я живу В деревне Которая на окраине леса Находится Вешаю И научил Уже этому Делу Вот эту Абсолютно Бестолковую Но красивую Любимую женщину Вот она сейчас сидит Смотрит на все это Да Хотя мы ее не видим Потому что вы меня видите Ну это правда Она нас Больше интересует Честно Твои таланты В стрельбе Вот меня лично Нет Серьезно Я научил этому ее И я научил этому балбесу Восьмилетнего Восьмилетнего балбеса Научил Стрелять Навскидку В фигуру А ты знаешь У нас сейчас Паника В Америке Все раскупают Туалетный маг Все раскупают Все пишут Что покупать Что и куда Я всем говорю Покупайте оружие И боеприпасы И тогда Не надо переживать Что если будет Даромагент Что вам Вы Вы получите Все что вам нужно От тех У кого нет Пистолета И Примерно По-моему У тебя Я это прочитал Покупайте патроны Ты же написал Я все время Твою ленту Просматриваю И значит Вся семья Этим делом Обучена И обеспечена У меня Есть товарищ Тренер по боксу Но у него После 50 лет Ночепрись проблемы Именно В том плане Что всю жизнь Человеку Били по голове Били и били Били и били Били и били Били и били И почему-то Он вдруг Как-то у него Понимаешь Появилось Заикание Провалов памяти Какие-то Сложные моменты С координацией Движений Я считаю Что вот Эта вот Профессия Умара Кремлева Или Кремлева В связи С дуэлью С критикой Терешковой Ему просто Дали команду Там где-то Просто Провалы 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 Какие-то Ну Абсолютно Не исключено Такой вариант Рассматриваете Во-первых Спорт Где тебя бьют По башке Я все Далее Каждый день Каждый день Тоже Такой выбор Спорт Не очень Я тебе скажу Так Смотри Дуэль Наверное Должна быть Словесная Вчера Когда увидели Вызвал Из эхо Москвы Журналистов На словесную Дуэль Но никто Из них Не пойдет На это Они Трусы Люди Трусоватые Ты прям На все Ехо Ноехал Прям На все Ехо Ноехал Прям Козлы И Либеральные Вот И Потом Я хочу сказать Что Смотри Я вот Я думаю Что ты Терешков Права Вот Права Все Это надо Все Царь Предводитель Любимый Бождь Отец всех Народов Лучший Друг Всех Фесткультурников Все Как Зачем Вы Все Устраиваете Все Все Решено Ну Че Вы Это Юра Не Спит Ночами Думает Подпишет Не Подпишет Проголосует Не Проголосует Зачем Ему Нервы Трипать Все Ясно Поэтому Я Где Ты С ней С Гагарин Сам Гагарин Настоящий Настоящий Парень Летчик Он Летчик Остребитель Лихой Такой Парень Я Не знаю Я Сделать Мне на этом Корабле Примерно То же Самое Надо Что И Белка Со Стрелкой Делали Взлететь Приземлиться Никаких Кнопок Не трогать Ничего Женщины Хрущев Хотел Доказать Что Женщины Не Могут Быть Космонавтами И Когда Ее Отправили Подтверждалось Другими Что Она Обплевалась Обкакалась Начала Орать Ничего Не Трогай Ее Привязали Запустили Приземлили Все Вот Ее Геройство Было Все В Это Никакой Женщины Космонавтов В России Больше Не Все Она Доказала Хрущев Что Женщины Не Могут Летать Потом Летала Светлана Савицкая И Кстати Она Летала Во-первых Дважды Во-вторых Она Действительно Была Первой Женщиной Космонавтом Которая Вышла В Открытый Космос И Работала Там И Кстати Вот Просто Я Прикрючеве Она Была Не Прикрючеве Это Прибрежнев Прибрежнев Но Именно Светлана Савицкая Она Выступила Против Обнуления Так Называем Она Также Является Членом Госдумы Членом Парламента Является Настоящий Летчик Выступил Против Обнуления Она Она Просто Еще Не Впала В Маразм Ну Так Получилось У 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 Суть В Том Что Она Пошла По Его Стопам И Потом Став Летчиком Стала Космонавтом Полетела В Космос Я Помню По Моему 82 Вот Сейчас Прям На Скидку Не скажу В начале 80 Она Слетала Куда В Космос А Ну И Че Так Я Честно Скажу Ты Знаешь А Ты Полетел В Космос С удовольствием Не Я Полетел Ты Полетел В Космос Да Дело В том Что Ты Знаешь Сейчас Сравнивая Ситуации Связанные С Допустим С Боевой Задачей Которую Мог Выполнить Офицер Разведки Например В Боевой Обстановке Ну Возьми Что Тебе Ближе То Что Ты Про Что Ты Видел Про Что Ты Читал Вьетнам Афганистан Ирак И так Далее А Не Проще Летать В Космос Чем Сходить В Разведку В Чечне Или Дагестане Ну Наверное Проще Космос Проще Дело В том Что На Тебя Как На Космонавта Работает Вся Страна Да Тебя изучают По Медицинским Показателям На Тебя Надевают Скафандр Тебя Сажают В Изолированную Камеру Ну да Когда ты Нес В Дозор Против Тебя Работает Вся Страна Да 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 В этот Момент Причем Чужая Страна И Своя Иногда Иногда Могут Извлечь Осколок От Гранат Космонавта Он сидит Нет Не сидит Ей уже 80 лет Этой бабушке Да Она Все Чего-то Там Предрекает Или Извлекает Ну она Ненастоящий Госпонавт Я скажу Это она Так Люди Запустили Она Ничего Не делает Кроме Тому Тем Не Тем Не Менее Герой Советского Союза Я Вчера Был Здесь В Киеве Вчера Проходил Крайний День Волонтеров И Добровольцев Которые Отбили Этот Первоначальный Награв Ребята Которые Нам Ушли Девчонки Прям С Майдана Вчера Тут Было Очень Очень Много И Там Моя Близкая Знакомая Она Тоже Получила Эту Медаль И Удостоверение Ветерана Войны Ветерана Боевых Действий Ну и Привилегии Какие-то Даются За это Тоже Ну и Вот Они Там Все Встретились На Майдане Там Не Погиб У Блин Эти Ребята Там Все Такая Тоска Сделана Все Погибшей По Годам Цветы Там Клали Я Там Познакомился С парнем С одним Молодым Я Сначала Не Понял Он Был Герой Украины Герой Украины У него Дружелюбный Знаешь Такой Веселый Я Подрю К нему Все Подходят Обнимают А он Не сильно Обнимается А у него Обоих Рук Нет Я Там Свой Жетон Подарил Я С ним Поговорил Дружелюбный Дружелюбный Приятный Парень Сегодня Смотрел В фейсбуке У него Двух рук И двух Ног Нет Ходил Он Нормально Это В советское В 40-е Годы Называлось Самовар Их При Сталине Ссылали Всех На Валаам Оплавливали Этого парня На руках Носили На него Очень много Внимания Обращали Обыкновенный Солдат Никаких У него Нет Такой Молодец Лицо У него Тоже Побитое Видимо Я даже Не представляю На чем Он Подорвался Вчера Было Очень Трогательное Видите Володых Ребят Это Волонтер Общество Собирается Народ Без обучения Без мундиров Без оружия И идут Отпиваться Дай бог здоровья Получиваю Да Но Раз мы Заговорили О дуэлях Юр Я лично Собираюсь Вызвать На дуэль Дональда Фредовича Трампа Он Нашего Владимира Объявленного Оскорбленул Оскорбленул? Да Жестко Он сказал Что он На 9 мая Не поедет Да Приезжай Давай Приезжай Юра Постоим На этой Приехать Я могу Приехать Я боюсь Что я не уеду Почему? Тебя посудят Или что? А мне нельзя Я же это В ридворе Ага Ага Он 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 Какой-то Бессовестный Да Как ты мог Так вот Самое интересное На днях Политолог Станислав Белков Я не скажу За что Потому что Когда сказали Крым Наш Я сказал Может быть А может И не быть Я не решился Я не был Такой Сразу Что Крым Наш Я Сказал Что Наверное Не очень Не очень А я сказал Что Крым Я не понял Американского Коперанга Сделали Персонами Нонграда При условии Что он объявил Что Крым Наверное Не совсем Наш Не совсем Да Не очень Я до сих пор Не понял Почему я Не стал Персонами Нонграда Если я Станавливаюсь Персонами Я отправляю В Америку Если ты Станавливаешь Нонград Тебя отправят В Америку В Америку В Америку В Америку В Америку Через Сибирь Только так Ну в Магадан 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 Я допустим Я с этой точкой Зрения Абсолютно Не согласен Ни с Крымом Ни с Донбассом Ни с Магаданом Ни с Южной Осетии Да в принципе И с Магаданом Тоже не согласен Блин Ведь не трогают Как вы Евреи Всего боитесь А как вы Бежите Обсего Опыт большой 6 тысяч лет Не трогают Как тронут нас Лучше в засаде Посидим 9 мая Трамп не едет Не едет И при этом Что важно Что важно Российская пресса Об этом молчит Написала Только Москву Написал только Очень короткую заметку Московский комсомольц Остальные Все на этом Молчат Но при этом Написала Американское издание Русские евреи Че? Кто написал? Русские евреи Издание Что Трамп не полезет Да Где? Вот везде Понимаешь? Я начал Говорить Про Станислава Белковского Который Кстати Прекрасный Мужчин Я так люблю Его слушать Иногда Станислав Александрович Белковский Он польский Он тоже русский Еврей Да? Ну польский Польский Он там Наполовину Польский Русский Еврей Да 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 Так вот Он сказал Что это заявление Путина О том Что он хочет Вечно продлить Свои полномочия Президентские Как раз связано Серьезные вопросы Нанесла бы Вы Правда Немного Не хватает Немного Не хватает Потому что Они все Делаете Неправильно Сколько вас Не учишь Не учишь Все равно Ну все Его конечно Если он поедет Они сразу Против него Демократы Скажут И многим Украинцам Будет неприятно Он поехал Что он это поддержит А ему Я тебе скажу Да жопа Этот парад Путина Это все остальное Он Он не такой человек Как люди его Снимают Он вообще Не человек Любезности Он не человек Правильных Манер Или поведения Для него Ехать на какой-то Парад Это была бы Просто пустая Трата времени Вот так Он бизнесмен Он не может Тратить время На какую-то Фигню А с одной С другой С другой Он должен Иметь какие-то Каналы Откуда Он не может Изолировать Путина Полностью Значит Надо Кто-то Поедет И я думал Даже если он Поедет Ничего страшного Не будет Но я знал Что он Не поедет Потому что Для него Пустая Трата времени Он пошлет Кого-то Пусть они Едут на этот парад Но мы были Союзниками Они считают Что это значит Трудная Война Но это Сто лет Тому назад Было А сам Вообще-то Немец Кровей Он немец Сомнится Я думаю Вот больше Я думаю Нетаньяху Поедет Или не поедет Ну а вот Это чего Его знаем Мне кажется Он поехал Мне кажется Поедет Потому что Тот же Нетаньяху Достаточно Часто Летает В России Ну согласитесь За последний год Два или три раза Он уже был в России И он пытается Поддерживать отношения Я даже думаю Даже тот же Которого Наши Алармисты Российские Алармисты Причем Очень большая часть Журналистов Публицистов Которые Рут на себе Там Рубашки И Тельняшки Там Не призывая А объявляя Войну Турции Я полагаю Что И Турецкий Президент Прилетит Да Родоган Я думаю Нет Родоган не приедет Что Нет Родоган не приедет Да Родогану нет Я понимаю Почему На Тоньяху Надо ехать Понимаешь Я вообще Люблю Когда он ездит Если вы заметите Каждый раз Когда он приезжает Через пару дней Когда он возвращается Из-за Велитяне Грохают Кого-то Очень важного Или какую-то базу Разбомбят Трыз Поэтому Когда он едет Я всегда сижу И жду И наблюдаю Сейчас еще День Два Кому-то Засандалят Вот я думаю После 9 мая Все-таки 75 лет Все-таки Это Знаешь Такая Годовщина Я думаю Что они уже Шарахнули Знаешь Так с салютом Так С победой 75 лет И задали И задали Друг другу Те Которые На 20 На четверть Бывший Наш народ Задали Как же Наедешь И звучит Аллах Акбад Аллах Акбад Да Конечно Это расстройство Для Путина И в Странп Не едет 75 лет А тебе Ниху Хрым Значит Смотри 75 лет Значит Ветеранам Настоящим Там Окопным Им тогда Было 20 лет Плюс 70 Где-то 95 лет Должно быть Ну По идее Ну Вот Моему отцу Было бы Сегодня 94 Это Последний призыв Который ушел на фронт 26-27 год Значит Ну 94 Значит Сколько Этих Окопных Осталось Которых 94 И выше Говорят Что Вот так Итоги Подводят По России Что Около 10 тысяч Да Не может Такого быть Нет Ну 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 Смотри Преследний Преследний Жизнь Продолженности Жизнь 65 лет 65 Да Люди Которые Прошли Боевые Действия В войну И потом Вот этот Голод И лагеря После Военной Там еще лет 10 Дожили до 100 лет Ну вот так вот Нет 10 тысяч Я представляю Я представляю Официальную информацию То что Пишут В газетах То что Говорят Интервью Информационных Агентств Которых До сих пор Кстати Я еще могу поверить Что там Ведераны Вермахта Осталось 5-6 тысяч Но Ничего нет Я поверю Нет Вот Год назад На 9 мая В Израиле Я видел Достаточное количество Людей С Боевыми Орденами И так далее Этих Я здесь Видел Ну не 10 Понимаешь Дело Дело не в боевых Орденах Боевые Вот эти Ордена После военной Продолжали Давать Милиции Там Многим Этим НКВДшникам И военным Там Орден Красной Звезды Продолжать Там По-моему Там Хрущев Это Остановил Или Прежний Не помню Хрущев По-моему Оставил Что После 20 лет Службы Советской Армии Давали Орден Красной Звезды Да Было Такое В милиции Если ты прослужил 20 лет Они тебе давали Орден Красной Звезды Отечественные Войны Что-то не давали Они после Этим А эти Ордена Не совсем Точно Определяют Возраст Вот Возраст Определяет Совершенно Четко Это было Мне Мой Отец Который Всю Жиль Прослужил В армии 39 лет Представляешь Выслугу 39 лет В том числе Участник Войны Он говорил Блин Как мне Не повезло Он мне Рассказывал Саня Мне это Не повезло Только Я Пришел На срочную Службу Потом Закончил Военные Училищи И тут Все льготы Офицерам Отменили Я говорю Какие льготы За 25 лет Орден Ленин То есть Офицер Прослужив 25 лет Уже имел Четыре Правительственных Наград Как минимум А тут Я пришел Война Закончилась Уже денег На эти награды Не было И нам Перестали Себе это дело Платить Выдавать И так далее Ну я его понимаю Я его понимаю Потому что Когда я стал Капитаном первого ранга У нас Капитаном первого ранга В моей молодости У тебя был шофер Который там Приезжал Машина Приезжала Я забирал Один С аэропорта У тебя была Специальная В гостинице Специальная Комната И парковка Была специальная Где было написано От полковника И выше Везде От полковника И выше У нас Были большие Адъютанты Шофер Приезжает Когда я Стал Они это Отменили И только Оставили парковку Единственное Что я мог Делать Это Я мог Парковаться На специальной Парковке На базе Я был Очень расстроен Очень расстроен Мой папа Когда В 70-е годы Получил Звание Полковника Его выдали Папаху Сейчас Кстати Полковник Папаху Не выдают Выдали Папаху Он ее надел Посмотрел И говорит Блин Шкура Снятая С одного Барана И надетая С другого Знаешь Один из Моих любимых Анекдотов Когда приходит Полковник Пьяный Домой Он говорит Да Назрался Напился Он так Достает Звездочек И говорит Прикрути Он говорит Ой слава богу Полковника Дали Папаху дадут Воротник Сошью 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 Счастье Да Какое Считайте Две Снимать Ну это было Да Да Еще Интересно Прикалывался На счет Этого Полковника Она говорит Мне чем-то Напоминает Мозги Выгорнутые Изнанку Спасибо ребят Огромное За Замечательную Беседу Итак друзья Я напоминаю Сегодня с вами были Капитан Первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах Мир Дома Полковник Вооруженных Сил России Александр Глушенко Вольно И Старший Лейтенант Пиджак Юрий Гемельфар Но я же как всегда напоминаю Выводы делать Только вам Подписывайтесь На канал Юрошорт До встречи Пока Пока